Утонченную и яркую Нонну Терентьеву знали как отечественную Мэрилин Монро. Судьба не пощадила талантливую артистку, всей душой любившую свое дело. Девичья фамилия Нонны – Новосядлова. Актриса появилась на свет в Баку, Азербайджан. Мама девочки работала актрисой, и дочь с ранних лет тянулась к искусству. Большая часть ее детства прошла в Киеве. Здесь же она поступила на учебу в театральный вуз. Но случилось так, что девушка серьезно поругалась с возлюбленным и решила отправиться в Москву. Там она безо всяких проблем поступила в Щукинское училище. Дебютом в кинематографе для Нонны стала главная роль в картине «Самый медленный поезд». Сыграть первостепенную героиню ей доверили еще в студенчестве. Три года спустя она получила приглашение на роль в картине «В городе Эс» экранизации рассказа Чехова Ионыч. Терентьева, любившая творчество Антона Павловича, с радостью согласилась. После выхода кинокартины «Юная леди» получила огромную известность. Из-за навязчивых поклонников Нонне приходилось возвращаться с занятий через черный ход. Вскоре съемочная группа решила показать фильм на Каннском фестивале. Хотя картина не участвовала в конкурсах, у Нонны появилось множество иностранных почитателей. Она регулярно получала предложения о съемках за рубежом, но власти не позволяли ей поехать работать за границей. Ей говорили, что она нужна своей стране. Но это было не так, по достоинству раскрыть ее творческий потенциал советские режиссеры не смогли. Приглашение на съемки Нонна Николаевна получала часто, но значимые роли ей давали редко. Последней работой актрисы стала игра в сериале «Королева Марго». Внимание к актрисе эта роль не вернула, но запомнилась ей благодаря необычным костюмам. В молодости Терентьева вступила в брак с аспирантом Борисом. Но разница в характерах супругов вскоре привела к разводу. Нонна была утонченной натурой и стремилась к прекрасному, а Борис был более приземленным и хотел тихой семейной жизни. В этом браке родилась девочка Ксюша. Повзрослев, Ксения стала журналисткой и дизайнером одежды. Дочь актрисы была замужем за Владимиром Машковым, но спустя четыре года брака пара развелась. Личная жизнь у красавицы актрисы так и не состоялась. Она встречалась с поэтом Игорем Волгином и актером театра Владимиром Скомаровским, но отношения со временем себя исчерпали. Свою смерть Терентьева встретила в одиночестве. У нее обнаружили онкологическое заболевание, которое долго не давало о себе знать. Попытки лечения не приводили к успеху, и страдания Нонны Андреевны были невыносимы. Она не хотела, чтобы дочь видела ее мучения и отправила Ксюшу в другую страну. В 1996 году женщины не стало. Близкие и знакомые, которые пришли проститься с актрисой, заметили, что ни возраст, ни болезнь не отняли ее невероятную красоту. Какие картины с участием Нонны Терентьевой вам запомнились? Возможно, ей мешала в карьере ее яркая красота, которую советские режиссеры не знали, как показать в кино. Делитесь в комментариях вашим мнением.